я хочу обычно никогда ничего не хочу деньги тратить а я вот я прям чувствовала что здесь что-то будет интересная дизайнер логар сюда положить деньги и кешь сюда положи тут нашла фотографии людей которые здесь жили всем привет от оксаны зала бамы вы меня спрашиваете были какой-нибудь гараж который мы купили на аукционе из которого будет там часть вещей оставили себе так вот да и сегодня ролик об этом и 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 Папа, терпения не хватает, он хочет посмотреть, что же там в самой верхней коробке. Кстати, вот это вот, некоторые любят вес и весят на дверь, так что, это лампы, да, ты что-то говоришь, говорит, я бы себе их забрал. А, он их продавать онлайн собрал тут. Вот, это, наверное, вот все такое, да? Да, надо будет смотреть. Ну, все. А если что, тумбочки, да? Ага, тут получается пару тумбочек, там весь набор серебристой, серебристой мебели. А, я думала, я думала, стекло отдельно снимается, оно, кажется, приклеенное. Вот, как оно выглядит. Вот, как оно выглядит. Прекрасно. Мне интересует желтенькая креслица. Какая-то, что там на полу, там тоже какие-то стекляшки? Два стекла. Что это? Это, может быть, сверху кладется на что-то. Ну-ка, что там за желтенький стульчик? Видно на стульчике тоже новое. Ну-ка. Ну, давай. Зачем вытаскивать мы его будем? Потом затаскивать? Мы его перевернем и посмотрим, в каком он состоянии. Я тебя умоляю, все в хорошем состоянии. Вон нижний столик идет. Ой, ага, то есть у нас сет целый. Шикарно. Два маленьких, один большой. Какие-то палки, блин. Найки. Вот один. Ага, не обойдутся. Шлепочки. Что за блестящая или сумка? Ну-ка, что в сумке? Блядь, она сумка хорошая, смотри. Там еще денюжка там, вот. Там смотри, сколько мелочи. Смотри. Прикольно. Очень. Знаешь, как детская, как девчачья. Прикольно. Что же она такая тяжелая-то, блядь? Ну то, что обшитая, наверное. С камней все. Я хочу найти здесь что-нибудь. Вот тебе, пожалуйста, взрослые, блядь. Угу. Угу. Интересно, какой размер? Нашим подойдет? Нашим? Вообще, нагоражься или хорошо идет любая обувь? Сто процентов точно подойдет. Я не знаю, у нас вообще, по-моему, такая лапа уже большая. Ой, какие прикольные. Ой, какие прикольные. Ой, какие прикольные. Ну, короче, хорошо. Вот эту, это называется доли по-английски. Сергей, уже она не одна. Смотри. Вот, не помеха. Так, Сергей. А что, это, наверное, давай всю коробку так поставим. То есть, искусственные орхидеи. А, еще и обувь. Цветы искусственные, красивые. Шаканы какие-то одноразовые. Ага, хорошо. Это все в Донессе. Так, что носили люди? Смотри, почти новые. Нет. Не совсем новые. Продадим. Вот. Ну-ка, что тут еще у них? Ой, смотри, слушай. У меня есть подписчика, который любит все про спайдермен. А это, по-моему, не спайдермен. Это как для детской партии какой-то. Это, 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 это. Блин, это про машину. Почему я про спайдермен? Здесь столько. Ёлки-палки. Наверное, она вечеринку хотела делать. Целый вечер. Короче, это все. В общем, это... Тут какая-то ваза. Ваза? Ваза? Нет, это не ваза, Окса. А может, тут какая-то коробка, не знаю. Ну, короче, орхидея для стейджинга. О, туалетная бумага. Я тебе говорила, туалетную бумагу купить кончилось. А ты сказал, подожди, может в Юнити найдем? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай. Продолжаем. Вытаскивайте, смотрите, что у нас есть. Смотрите, какое кресло. Новое. Незасиженные, не... Пилюха, лагутены. Как это? Ну, наверное, просто сапоги. Ну, ясный пень, просто сапоги. Сделаны в Китае. подфорты такие да и сейчас вот эти столики я сфотографирую они новые продаются я посмотрела 400 долларов сейчас на фейсбук поставлю кто-нибудь купит то есть там обувь до новые вообще новые короче ладно тогда мы эту коробку так это детская было наверное я так думаю это девчачья что тут на сумочке написано дизайнер логер сюда положить деньги и кешь сюда положи грязно какие-то очки на понтах и даже не видишь так солнце светит не видишь что-нибудь написано на понтах не на понтах сапожок-то сапожок а это все гордится а сапог то покажи то есть получаться 2 может где-то в другом месте но игрушка не говно не надо говорить да много когда ты меня спросил как как я поняла что это новая мебель я вот по этим серым ножкам я поняла что серое серебристо это все модерн стиль сейчас мы еще до всего этого докопаемся то есть раз два три три тумбочки получается как будто вы вообще даже пленку и снимали но странно ну-ка ага зеркало ну-ка поверни его ко мне а смотрите прям блестящие прекрасно как видите какие картины свои люди одеялом замотали одна видно за 139 купили долларов то есть пока мы вытаскиваем мелочь ну что нужно продумать что войдет первым фургон что идет мою машину что какой-то пейзаж как наподобие морской темы не пейзаж это авангард шанел луис витон кристиан д'ор 20 долларов такая картина сморяне даже еще не сняли не сняли эту прелесть а другая картина тоже написано вижу цену внизу 129 да ну-ка что тут за 129 в америке затаили дыхание тоже какой-то авангард ну конечно к этих к их белым диваном почему бы и нет да что нашел почем это новая мебель была куплена тысячи тысячи сто семьдесят шесть тысячи двести шестьдесят один но это это еще знаешь что смотреть тут описание сюда тут диванов диванов нет для delivery доставка была 80 долларов и 3 night stand от каждая тумбочка это про тумбочки но это не совсем бумаги тумбочки он все тумбочки там который night stand то есть их ставят около кровати это 3 а вот она 3 вот три штуки сколько они сути каждая 350 долларов а здесь нет счета потому что вот это же и это такая же одинаковые . кстати за сто тридцать девять долларов когда-то была а да это мамину машину и дэвил команд совместивая нет вот так побить на дара на дара вот так то и вот вот что степ step даю то есть это был стол новый на нем еще осталась этикетка покупали в магазине home goods 270 долларов сол даже давай я его сфоткаю сейчас подожди около вот а а и и и и и и и и не задрипанный новый прикольно как хочешь сиди хочешь будут нашла фотографии людей которые здесь жили такое мебель до нам на помощь всегда приходит американец брайн если кто живет в мобиле имейте ввиду если вам что-то надо перевести или вам надо подстричь кустики в общем он наш ландскейпер и если надо какую-то мебель перевести откуда-то он всегда со своим трейлером здесь мы ему там платим проще нам так проще и и и и и и тут мои красавцы для вас нарядились из гаражей, это у нас лирическое отступление они нарядили эти все наряды ну-ка, ну-ка, покажите нам да, Ванечка Ванечка персни нацепил, которые мы нашли еще побольше так, поделай, поделай, поделай часы за 30$ красавцы а что стало за кадром, что стало за кадром вы любите мои честные ролики, да, честненькие моментики вот этот стол, конечно, новый, который мы продадим то есть некоторые вещи, которые мы еще не продали мы укладем во дворе, делаю рекламу и Сергей вот это все выложил и говорит ну, разбирай здесь валяются иголки от сосен в общем, так что, смотрите то есть, что разбирать, что он имеет в виду мне нужно, что более-менее, в одну сторону вон туда, чтобы о говно выбросить интересный моментик вот это купальник детский версачи я вообще обычно вещи любила вот повыкидывать все Сергей меня ругает тебе лишь бы все выбросить я ладно, говорю, прогуглю на интернете они стоят 200 долларов купальник у меня язык заплетается я в диком шоке я себе за 200 долларов купальник не куплю а своему ребенку тем более потреблятство так еще удивительно продалась маечка детская за 30 долларов версачи новая она 50 долларов как узнать если вы такую вещь находите нужно посмотреть есть ли бирка потому что, если бы билка была отрезанная мы не смогли бы продать ее видите видите и эта бирка специально вот в этот пакетик вставляется она там была вставлена здесь на нескольких языках написано всем привет Оксана из Алабамы к моему дню рождения моя семья мне мой офис переделали собрали новый стол повесили люстру новую вот теперь мой офис совершенно по-другому смотрится заиграл как говорится новыми красками вот вот какой был мой угловой письменный стол который прослужил лет восемь мне очень удобный очень удобный и я попросила детей на мой день рождения собрать новый и так время продавать время паковать и я сейчас хочу вам показать еще один товар который у меня не продавался несколько месяцев сейчас стану поудобнее так я нахожусь у себя в офисе и эту книгу мы нашли в каком-то из storage юнитов я не все снимала или не все показывала этой книге больше ста лет я смотрела что новое в хорошем состоянии продавали были проданы по тысячу долларов за тысячу долларов на ebay и здесь картинки такие то есть получается эта книга как исторический документ о ферме которая называлась Hard Delight счастье сердца вот о ферме которая действительно существовала то есть это как исторический документ документальная книга фотографии как выглядели спальни в этой ферме листевые комнаты офис билдинг то есть здесь такое чувство что так не хватает одной страницы вы знаете вот прикасаешься такой книге испытываешь некое благоговение то есть да это люди американцы мы к ним никакого отношения не имеем но они тоже люди и жили занимались бизнесом творили какие-то товары у них были и лошади и телеги и ослики то есть такая это редкая книга то что я за 85 долларов ее отдаю я считаю что это нормально я сначала тысячу за нее просила она несколько месяцев онлайн была на сайте ebay то есть это книга в картинках это один из первых комиксов можем так сказать да как вы думаете и природа оформление красивое представляете сколько людей имели к этой книге доступ прикасались к ней может быть даже вспоминали о своем детстве между некоторых страниц может быть везде должны были быть вот такие листки кальки хотела сказать папируса да вот так вот интересно такой опыт но я думала если мне предлагали за нее сначала 20 долларов я так подумала что я за 20 не продам из принципа я лучше ее бесплатно в музей местный сдам то есть я считала я собиралась ее в музей отнести но поскольку у меня ее все таки купили за 85 я отправлю значит кому-то очень надо не надоело на ней сидеть 1909 год Чикаго я за 15 долларов беру за пересылку то есть ее тут не надо особенно паковать это не то что как с посудой вот ну вот в общем так старине мы иногда прикасаемся а что осталось за кадром гаражная распродажа по субботам картины шмотки некоторые перекупщики начинающие думают что если вот такое они сейчас купят то они подороже продадут а я слежу за одним человеком на сайте продаж ebay который за 65 долларов такую лампу продать не может что мне приходит сообщение ну купи за 57 там ну купи за 40 вот вот я пыталась их в магазине продать за 35 каждую потом цену в общем нету людей денег все покупать пусть за 3 копейки возьмут может быть будут счастливы или пусть думают что они умнее меня и перепродадут дороже но это была моя ваза я ее покупала за 10 долларов или за 9 в магазине роз она мне надоело у меня теперь другая есть и я ну поставила у меня несколько было лодок все раскуплено кроме вот одной за 30 долларов такую большую никто не купил здесь может быть за 10 заберут лампы такие я не хочу отправлять по почте вот эти кучи браслетов 3 копейки пусть кто-нибудь заберет у меня чашка элвиса есть одна так некоторые любят из разноцветного стекла вот и а и 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 нет это вообще так когда мы покупали нам было написано что это лайм вот эти по разновидность лимона а вот это мы с тобой сатсуму сажали ты просто не помнишь зая давай срываем плоды это сатсумы мурзик мой да точно сатсума и воняет сатсумы пахнет воняет пахнет воняет надо угостить подписчиков видите они какие ну чё сатсумы попробуй сейчас первая неделя декабря да сатсума наешь детям надо дать первое сатсума на нашем обороне опять идет а что за кадром урожай своего сада выдавливаем вот так вот сок делаем домашний лимонад а вот вот так выглядит компот из клюквы и яблок и голубики а вот так выглядит домашний лимонад из наших лимонад из наших лимонов вот так вот так он выглядит блинчики блинчики делаем кое-кто уже похватал вот осталось чуть-чуть скажем так пойдет что осталось за кадром за кадром зиди то есть видно что просто какая-то масса но это зиди у папа любимая еда курица жареная картофельные котлеты как жить дать вторую жизнь картофельному пюре добавить сыр яйцо и пожарить лирическое отступление да тот торжественный момент когда возвращаешься к проданному дому забрать свой знак гранд-бэй ехала ну вот он дом с новой крышей облетает листва ноябрьское серое небо местечко гранд-бэй сейчас я буду снимать этот замок для этого мне придется отключить телефон но электронный замок надо будет снять если у меня получится когда ремонт дома будет окончен я сделаю видос когда будет дом снова на продаже посмотрим 28 ноября на мой день рождения расцвела пассифлора у меня красная бывает фиолетовая тут есть еще бутоны видите то есть а в конце ноября уже продаются елки и огромные деда морозы на выбор хотите белого деда мороза хотите черного деда мороза добро пожаловать в алабаму купите у меня дом а я заряжаю всех на хорошее настроение мой цветущий кактус декабрист радует глаз заряжаю 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 до новых встреч